Дорогие зрители телеканала «Дождь», дорогие авторы телеканала «Дождь», дорогие друзья, это был очередной год, год, в котором мы немножечко задышали, год, в котором мы позволили уже себе не только плакать, а смеяться тоже. Это значит, что мы дышим, это значит, что мы живы, что у нас все эмоции присутствуют. И я бы хотела в новом году всем пожелать быть живыми и оставаться людьми. Несмотря на то, в каком вы живете городе сейчас, в какой стране, нужно оставаться человеком. И вот этим апельсином я, во-первых, хочу похвастаться, потому что он вырос у меня на деревне. А во-вторых, я хочу напомнить всем, что то место, тот город, та страна, в которой вы сейчас живете, это прекрасная страна, и мы с вами можем ее только украсить. А для этого я желаю вам в новом году много-много сил, смелости и здоровья. С Новым годом! Добрый день, друзья! Вот ты, Татьяна Лазарева, поздравила с праздниками, не ведомо кого. Это было обращение записано в рамках проекта «Дождь», телеканал «Дождь». Тоже признана, по-моему, иностранным агентом, не важно. Вроде бы она все правильно сказала. Там ни по тону, ни по формулировкам, как мне кажется, особо придраться ни к чему. Ну, во-первых, я и не верю, а во-вторых, вы помните это там, что там они во время болотный слоган был «Не забудем, не простим»? Мне кажется, в отношении этих людей применимо. Мы не должны забывать и не должны прощать. Я помню ее Стебалова в отношении наших солдат. В первые месяцы специальной военной операции, которую она озвучила в эфире украинских телеканалов, помню ее формулировки, вот мы не должны прощать и не должны забывать. При этом я повторю то, что говорю всегда. Я не понимаю вот этих титулов, почему каких-то людей называют иностранными агентами. Просто, мне кажется, надо их показывать и рассказывать о них. И каждый сделает для себя вывод. Он в его системе кардиант может быть герой, борец за права, все что угодно. Может быть, национал-предатель, какой-нибудь власовец, вырусь. Но не надо людей держать за дураков, пусть сами делают выводы. Я считаю этих людей предателями, потому что, да, официально войны нет. Путин же сказал, ничего не начинали. Есть специальная военная операция, у нас отношения с Украиной, в том числе и торговые. Войну никто не объявлял, ни мы Украине, ни Украина нам, не говоря уже о НАТО. Но по факту все же понимают, что идет война. Хорошо, пусть информационная. Пусть пока. Но это война. И во время войны, увы и к сожалению, нельзя остаться над схваткой и сохранить нейтралитет. Это все можно до. А сейчас человек должен выбирать сторону. Если человек выбрал сторону нашего противника, если он отправляет деньги для ВСУ, то это враг. Это враг. А если это враг при этом граждане Российской Федерации, то это предатель. Это очевидно совершенно. Поэтому, да, Татьяна Лазарева. Танюсик Химпапусик, как мы помним по ее проектам. Она враг. И да, врагам можно быть снисходительным и милосердным. Их можно простить. Но пусть попросят прощения. Почему сделают это убедить? Данный корреспондент Татьяна. Здравствуйте. В эфире Стыд.Инфо. Единственное новостное агентство, которое не спонсируется Кремлем. Российская армия покинула Чернобыльскую атомную станцию, украв ложки и вилки. Наконец-то, вторая армия в мире теперь не ест руками. Сергей Шойгу объявил об успешном окончании первой фазы спецоперации. Так как все поставленные задачи, а именно уменьшение российских войск, выполнены. Папуа Новая Гвинея на всякий случай наперед отказывается от предоставления гражданства Олегу Газманову. Россия исключена из международных спортивных ассоциаций. Поэтому завтра состоится товарищеский матч между сборной России по волейболу и сборной России по плаванию, чтобы ребята не сидели без дела. МИД России разрешил перелетным птицам посещать только дружественные страны. Ну или откладывать яйца на родине. Переговоры России и Украины в Турции растянутся еще на несколько дней, так как российская делегация не обошла еще все магазины в Стамбуле. С каждыми новыми переговорами у российской стороны все меньше и меньше требований, так как в стране быстро заканчивается бумага А4. В Эритрее открылся консульский шалаш России. На открытии присутствовали почетные вожди республики со всеми женами. Роскомнадзору пришлось запретить выражение «Тот, о ком вы подумали» из-за слишком прямой отсылки к президенту. Торги на московской бирже завершились. К концу дня за один доллар давали сантиметровую пачку рублей. Стыд.Инфо. Нас смотрят в Кремле, потому что хотят знать правду. Украинцы, дорогие мои, любимые мои братья и сестры, не проклинайте всех россиян. Наверное, мы смотрим сейчас на вас, как на старших братьев и сестер. А в семье, как известно, не без урода. И, к сожалению, этот урод, окруживший себя такими же, как он, уродами, сейчас находится у власти в России. Слава Украине. Слава Украине, которая борется сейчас за свою и за нашу свободу. Слава героям. Когда и если этот режим пойдет, и война закончится, точнее не если, а когда, то Украина, безусловно, будет экономически поддержана, и она будет восстанавливаться, и там будет все новое строиться, новая инфраструктура с помощью всего мира. А Россия это так и будет сидеть в жопе с санкциями. Санкции так быстро не снимаются. И восстанавливать Россию никто не будет. Я общаюсь с украинцами, которые понимают, что русские разные. И я как раз представитель тех русских, с которыми можно общаться, которые понимают, что у нас есть общая цель, свержение режима, который сейчас есть в России. Потому что от него бегут и страдают все. А детальнейше про пи***ец, который происходит на России, нам расскажет наш специальный корреспондент. Тетяна. Российская армия покинула Чернобыльскую атомную станцию, украв ложки и вилки. Наконец-то вторая армия в мире теперь не ест руками. Сергей Шойгу объявил об успешном окончании первой фазы спецоперации, так как все поставленные задачи, а именно уменьшение российских войск, выполнены. Вот эти вот солдатики, которые там, да, вообще российская армия, это те люди, которые живут в нашей стране. И нравственность и мораль в нашей стране уже, ну, мы устали слушать эти звуки из-под плинтуса, да, что все время стучат и стучат. То, что мы увидели эти фотографии в Буче и в Ирпине, и то, что в Ирпине все квартиры разграблены, которые были пустые, даже с жителями, все. Все, до чего можно было докатиться, все разграблено. Свободу Навальному. Как многие из вас. Я так же, как и многие из вас, никогда не думала, что буду ходить на митинги. Но сегодня, как и вы, я это сделала. Спасибо вам, мы вместе. Я бы хотела сейчас обратиться к нашим молодым людям, которые пришли сюда. Мне 45 лет. У меня могли бы быть сейчас дети вашего возраста 25 и 20 лет. И они, конечно же, были бы со мной здесь. И я сейчас хочу обратиться к вам. Дети, моли, если вы пришли сюда, значит, у вас уже на плечах голова, а не качан капусты. Смотрите, работайте вашей головой, смотрите глазами, слушайте ушами. Не поддавайтесь на провокации. И проведите этот день так, чтобы не было больно вашим матерям и стыдно вашим будущим детям. Вы молодцы! И я еще хочу обратиться к людям в форме, которые пришли сегодня сюда, стоят рядом с нами, к солдатам, комоновцам, к полицейским. Я знаю, что вы здесь по долгу службы. Мы тоже здесь по долгу находимся. Все равно мы вместе. Я знаю, что у вас тоже есть дети. Давайте сделаем так вместе, чтобы наши дети сегодня не пострадали. Спасибо вам большое. Я рада, что я могу вам это сказать. А сейчас, пожалуйста, улыбочку я вас снимаю. Спасибо! Добрый вечер. Меня зовут Евгений Додолев. Каждый раз, когда я цитирую кого-нибудь из этих иностранных агентов или сочувствующих, релакантов, находятся особо одаренные подписчики, которые задают вопрос, не риторический. Зачем? Зачем вы нам их показываете? Зачем вы напоминаете про них? И я всякий раз терпеливо объясняю. Зачем? Дело в том, что когда они вернутся, не если, а когда они вернутся, я хочу, чтобы кто-нибудь помнил, что они говорили в 2023, 2022 и 2024 годах. Они вернутся, потому что, во-первых, их уговаривают вернуться. Многие люди из власти. И это не обязательно за украинцы, просто некоторые представители элиты считают, что это необходимо, что это полезно, и на это стоит потратить усилия и деньги. Итак, дорогие друзья, напоминаю, говорим сегодня об информационных войнах. Евгений, скажите, пожалуйста, правда ли, что сейчас находится Россия в стадии жесткой, жестокой и бескомпромиссной информационной войны? Весь мир находится в этой стадии, и Россия находится в этой стадии с момента своего образования, с момента того, как Романовы стали править в этой стране, сразу информационные войны начались. Просто сейчас они достигли накала сразу в нескольких плоскостях. То есть, с одной стороны, мы воюем с нашим основным стратегическим противником, а с другой стороны, идет гражданская война, информационная. Внутри страны. Ну и, в-третьих, всегдашняя война элиты с электоральной массой, для обозначения которой использует термин народ.